Мусорный коллапс случился в начале этой недели в пролетарском районе Твери. Контейнерные площадки оказались в буквальном смысле завалены бытовыми отходами. Возмущенные жители многоэтажек попросили разобраться в ситуации, а главное выяснить, не повторится ли этот грязный инцидент снова. В начале этой недели жители дома номер 12 по улице Грумова, в нескольких метрах от которого размещается контейнерная площадка, наблюдали на протяжении нескольких дней самую живописную картину. Жители микрорайона Мегалова пожаловали, что после минувших выходных и контейнерная площадка в буквальном смысле утопала в твердых бытовых отходах. А чего же случился этот мусорный коллапс? Огромное количество мешков, забитых мусором, невыносимый запах, животные и птицы растащили бытовые отходы по всему двору. Пластиковые тары и обертки обнаружили на своих балконах и жители последних этажей. Все здесь было завалено, это вообще ужас какой-то. Если вы только видели, что тут творилось, эти переполненные баки, здесь еще навезли, кто квартиры ремонтирует, а все свои, что не нужно, и мебель, и вещи всякие, все сюда. Во вторник днем мусоровоз, которого ждали здесь как ману небесную, все же появился. По словам жильцов многоэтажных домов, задержки с вывозом они наблюдают крайне редко. В основном такое случается в новогодние праздники. А в этот раз ожидание затянулось почти на пять дней, сетуют граждане. Мы регулярно платим ЖКХ, и поэтому нам обидно, что мусор не вывозится и антисанитария. Машины даже не могли проехать, то есть мусор уже падал на дорогу, и дети ходят. Несколько дней город Салавановых пакетов, забитых твердыми бытовыми отходами, накрывали собой контейнерные площадки на улицах Игоря Баталова, Маршала Конева, на проспекте 50 лет от Октября и других. В ЦАХ, который занимается вывозом твердых бытовых отходов, объяснили, почему в Мигалово случился этот мусорный коллапс. Подрядчик отозвал технику на ремонт, а свою компанию закупит только в ближайшее время. Сейчас мы полностью перекраиваем все свои графики, маршруты так, чтобы нам непосредственно работать именно еще и на Пролетарском районе. Понятно, что к этому мы совершенно не были готовы, именно поэтому сейчас приходится в некоторых случаях страдать и наши остальные районы, такие как Центральные, Московские, и в некоторых ситуациях областные. Потому что мы сейчас на настоящий момент предприняли такие действия, как отозвали часть машин, скажем так, из области. На улице 2 Куклиновка пейзаж тоже не очень, но ситуация несколько иная. Здесь один контейнер, которого катастрофически не хватает, как и на соседней улице железнодорожников. Емкости для мусора заполняются, едва успев освободиться. И вокруг скапливается гора пакетов. В ЦАХ пояснили, что о мусорной проблеме можно сообщить по телефону горячей линии 8 800 250 99 48 по городскому номеру 78 20 88 или на официальном сайте организации.